здравствуйте уважаемые садоводы и огородники я приветствую вас на канале про цветок меня зовут русских иван сегодня мы поговорим с вами о таком опасном и вездесущим вредители как паутинный клещ ну несмотря на то что он опасный вездесущий к сожалению нам не на моем участке или к счастью найти клеща паутинного не удалось для того чтобы показать вам его вредоносность и повреждения растений этим вредителем но я отыскал их у себя в городском участке там где у меня случайно посеялась фасоль а также в ящике с декоративными растениями многие садоводы и огородники и также любители комнатных растений не раз встречались с этим вредителем особенно он распространен в южных регионах идеальными для паутинного клеща является сухая и жаркая погода вот тогда то он начинает вредить особенно сильно в период особенно засухи он чрезвычайно вредоносен есть и другие клещи кроме паутинного и паутинный клещ не единственный так сказать клещ это целая большая совокупность всевозможных вредителей которые относятся к клещам еще большой урон наносит земляничный клещ как понятно земляники этот клещ наоборот предпочитает барохладную влажную погоду развивается из-под тяжка его симптомы заметить достаточно сложно и замечаем их тогда когда он уже набирает полную силу все это указывает на то что с клещом надо обязательно бороться и профилактические мероприятия являются наиболее эффективными сегодня остановим свое внимание именно на паутинном клеще как стало я так уже ясно раз паутинный клещ любит засуху жару и сухость воздуха хорошей профилактикой против клеща являются регулярные поливы надо понимать что ведь для того чтобы маленькому клещу проткнуть поверхность листа до преодолеть все его там оболочки и покрытие надо чтобы тургор то есть наполнение влагой растений было не очень хорошее чтобы лист был достаточно мягкий тогда он может легко туда войти и соответственно начать пить сок если лист хорошо напоен водой если у него прекрасный тургор если все он здоровый если все хорошо то клещу пробиться туда достаточно сложно надо сказать что практически нет ни одной теплицы особенно огуречный или там где выращивают баклажаны именно эти культуры у нас в огородном хозяйственной более подвержены негативному такому нападению влиянию клеща практически нет ни одной теплицы в которой бы не было паутиного клеща он всегда присутствует но хорошие подкормки хороший уход за растениями создание адекватных условий растения являются сдерживающими факторами для массового развития клеща если клещ развился максимально и он уже виден и он уже вредит это означает что были упущены какие-то уходные моменты клещ не является насекомым он является паукообразным он ближайший родственник пауков у него не 6 а 8 ножек и это существенно осложняет борьбу с ним потому что многие инсектициды на него не действуют существует мнение что инсектициды перитроиды не действуют на паутиного клеща и в общем в этом есть определенная правда потому что такие препараты например как на основе циперметрина вот у меня в руках шарпей но их огромное количество по ним нету заявления о том что они эффективно подавляют развитие паутиного клеща в то же время для также перитроидного препарата как каратезион показано что он достаточно эффективен против паутиного клеща когда мы говорим об эффективности тех или иных препаратов от паутиного клеща нужно помнить следующее клещ имеет несколько стадий развития начинается его развитие с откладывания яйца с яйца и заканчивая половой зрелостью и размножение дело в том что разные препараты по разному действуют на клеща и подавляют ту или иную фазу его развития вот например перитроидные препараты действуют на взрослых клещей и не подавляют их личиночную стадию и не подавляют развитие эмбрионов клеща в яйце таким образом применение подобного рода препаратов должно происходить систематически то есть через 7-10 дней в зависимости от температуры необходимо повторять обработки потому что если вы этого не сделаете через это время даже чуть раньше потому что ведь яйца не были отложены в день обработки да уже какие-то яйца были на более поздних стадиях развития и поэтому пока клещи не успели вылупить сделать новые кладки вы должны их через это время обработать ну и соответственно тех клещей которые недавно вылупились из яиц и уже стали половозрелые соответственно для эффективной борьбы с клещом необходимо не одна обработка а необходимы две три четыре и более до тех пор пока вы не избавитесь от клеща вот такой сложный процесс и сложная схема борьбы с клещом она вызывает у многих сомнения в том что те или иные препараты являются эффективными являются эффективными но здесь надо обладать достаточно хорошими знаниями в биологии развития клеща и специфики действия тех или иных препаратов если клещ у вас развел развелся и развился уже очень сильно деваться некуда придется применять химические меры борьбы среди химических средств защиты от клеща имеются препараты с таким тотальным ядовитым действием таким препаратам относятся фосфорорганические соединения это карбофос это актелик это ну другие родственные препараты относящиеся к фосфорорганическим соединениям они убивают все без разбору все все живые организмы там они могут убить и насекомых всех они могут убить и полезных и вредных беспозвоночных там других то многоножек каких-то и так далее соответственно они убивают и клещей на всех стадиях его развития эти препараты являются весьма и весьма токсичными применение их особенно в защищенном грунте ну является оправданным только тогда когда клещ просто уже съел ваш урожай и и вы уже понимаете что или вы его или он вас и никакие мягкие меры уже не помогут конечно деваться некуда я должен сказать вам об этих средствах защиты и борьбы с клещом но все-таки таких вот фосфорорганических соединений в своем приусадебной хозяйстве надо максимально стараться избегать но тем более что он очень вредит экологии среди мягких профилактических мер против клеща ну также обладающих лечебными свойствами можно назвать коллоидную серу колодная сера является не специфической такой мерой против именно клеща она одновременно убирает многих патогенов но в том числе и клеща также например мучнистую росу перноспороз с листьев особенно это эффективно на огурце но надо помнить что эффективность серы связано во первых с температурой то есть в теплице должно быть достаточно жарко а во вторых она должна наноситься до периода сбора урожая то есть тогда когда растение только-только цветет сера тоненьким слоем покрывает листья немножечко испаряется виду высокой температуры сама по себе сера не является токсичной но токсичной является продукты и и окисление восстановления то есть тех процессов которые там проходят на листе именно вот эти всевозможные промежуточные вещества и являются токсичными поэтому сера является хорошей мерой профилактики как мучнистерос и перноспороза так и паутинного клеща есть другие профилактические препараты некоторых мы упоминали в наших видео многие из них связаны с образованием пленочки пленочки как на листьях так и пленочки на самом клеще дело в том что клещ очень маленький понятно что никаких органов специальных дыхания таких как легкие например там или что-то подобное у него нету он дышит через брюшко у него газообмен происходит через поверхность тела и если мы на клеща наносим тоненькую пленочку какого-то пленка образователя это может быть масло это может быть мыло это может быть сыворотка молочная это может быть даже пиво то есть какие-то пленка образователи белковые или жировые он просто-напросто задыхается на этом основан способ вытаскивания клещей вот этих из тела когда мы смазываем его маслом он действительно погибает но это плохой способ для того чтобы вытаскивать клещей из тела потому что он умирает у вас и может между прочим отрыгивать содержимое своего кишечника и таким образом передавать энцефалит и болезнь лайма поэтому здесь не надо проводить таких параллелей но в отношении человека но вот параллель с вредными клещами на растениях вполне можно провести поэтому эти препараты также весьма эффективны это водно-масляная с мылом болтушка это водно-мыльная болтушка до 400 грамм хозяйственного или зеленого мыла на 10 литров воды это литр сыворотки плюс мыло плюс немножечко мяка чтобы погасить кислотность ну у нас есть рецепты все эти ну еще есть такой интересный препарат из той же серии называется масло ним вот такой он конечно вот это количество препарата который между прочим недешевый не хочу озвучивать там какие-то конкретные цифры но в магазинах можете поинтересоваться вот это количество масла рассчитано на один литр воды 5 при моем большом хозяйстве один литр воды это ничто мне таких пачечек понимаете надо купить 20 штук для того чтобы обработать и растения в теплице и в открытом грунте и кустарники и смородину и землянику и яблонь и все остальное что потенциально может повреждаться паутиным ключом по крайней мере чтобы его там немножечко придержать я обрабатывал заявляется что он действует очень хорошо и против болезней разных вредителей и так далее но на самом деле никаких преимуществ перед простым растительным маслом там рапсовым или подсолнечным я не нашел а стоимость его конечно просто какая-то колоссальная по сравнению с количеством которое необходимо расходовать но в то же время она достаточно эффективно как пленка образователь им тоже можно пользоваться вот есть такое средство защиты растений называется фундазол она предназначена для борьбы с грибными заболеваниями его него вне везде не во всех странах и регионах может найти но все-таки купить все еще можно вот оказалось что кроме того что он лечит и профилактируют целые комплексы различных грибных заболеваний на растениях это и мучнистая роса и белая гнили парша американская мучнистая роса пернаспороз резоктониоз и кила и все на свете он всасываясь в растение является системным распределяясь по органам и тканям растения обладает также еще и овицидным эффектом то есть он убивает яйца и клещей на стадии до наступления половой зрелости есть еще замечательная группа препаратов против клещей которая действительно очень хорошо работает и она работает в отношении уже взрослых клещей на парализует их нервную систему это препараты на основе авермиктинов авермиктины являются продуктом натуральным продуктом продуктом жизнедеятельности специальных бактерий которые называются стриптомициты кстати во многих сайтах нам даже в инструкциях написано что это вещество продуцируется грибами микроскопическими даже вот здесь на упаковке написано что это продукт микроскопических грибов на самом деле актиномицеты стриптомицеты являются бактериями просто у них такое название связи с тем что у них такой мицелий разветвленный похож на грибницу но они конечно же не к каукариотам не относятся относятся к прокариотам это прекрасные препараты с очень низкой токсичностью для человека они практически не накапливаются в продукции срок ожидания там два-три дня то есть можно обработать растения стадии плодоношения и через два-три дня приступить к сбору урожая но здесь как я еще раз повторюсь многие могут сказать что они не эффективны ничего не помогли ничего не вышло ничего подобного они убивают взрослых клещей которые питаются с которыми он контактирует через 7-10 дней клещи отрождаются из яиц превращаются в личинок и поэтому тоже три-четыре раза с вот с такой вот периодичностью их надо использовать и клеща вы прекрасно искорените совершенно без проблем и так препараты на основе вермиктинов это фитоверм и октофит более современный должны конечно стать препаратами выбора для того чтобы профилактировать и бороться с паутинным клещом в защищенном грунте но есть еще одна группа биопрепаратов которые я очень люблю это препараты на основе бациллюстурингенсис это препарат битоксибацелин и существует множество публикаций в которых показана очень высокая активность данного препарата против паутиного клеща его биологическая эффективность составляет примерно 85-90 процентов в защищенном грунте на огурце это пожалуй одна из самых трудных с точки зрения борьбы с паутинным клещом культур поэтому такая эффективность может быть признана очень очень высокой поэтому я очень его рекомендую для использования опять же надо помнить что данный препарат не действует на яйца паутинного клеща соответственно повторить нужно обработки через 7-10 дней в зависимости от температуры чем выше температура тем быстрее происходит развитие паутинного клеща ну и напоминаю что и этот препарат и множество других биологических препаратов вы можете воспроизвести дома самостоятельно как это сделать у нас есть видео и мы еще не раз будем об этом говорить о способах воспроизводства биологических препаратов дома ну и еще напомню что большинство большинство этих препаратов за исключением наверное фундазола который таковым акарицидом не является но все таки ацидное действие на яйца клеща имеет они все являются контактными это означает что все препараты и на основе масла и на основе сыворотки и карбофосы и перитроиды и авермиктины и все остальные должны максимально наноситься на поверхность растений и на клеща для того чтобы как следует подействовать в этом конечно состоит трудность борьбы с паутинным клещом однако же при тщательных систематических обработках этого злодея все таки можно искоренить спасибо вам большое за внимание до новых встреч и Субтитры создавал DimaTorzok